Более 200 сотрудников Дорсервиса, 107 единиц техники призваны вступить в борьбу со снегом в предстоящий зимний период. Все они, а также работники технического оснащения основных управляющих компаний Видного, были организованы, построены на площадке у Дворца спорта, которая с трудом вместила все это разнообразие тракторов, снегоуборщиков и подметальных машин. Глава муниципалитета подошел к каждому водителю, побеседовал с руководителем предприятий. Это дорожная территория, это дорожная территория. Предприятие Дорсервис – основное, чья задача – поддержание чистоты на дорогах Ленинского городского округа. По словам генерального директора Дмитрия Полежаева, автопарк обновляется ежегодно. В этом году также докупили 5 единиц техники. Работа у нас построена круглосуточно, в две смены, дневная смена и ночная смена. Поэтому в периоды обильных снегопадов у нас есть возможность увеличить количество людей. Ну, как пиковая нагрузка, мы можем в два раза больше людей выводить. Валерий Венцель осмотрел и готовность управляющих компаний. Помня снежные зимы прошлых двух лет, многие настроены на обильные снегопады и в этом году. Была у вас ситуация на территории зеленых аллей, когда управляющую компанию снегом засыпали вход. Я вот к тому, чтобы такого не случалось в этот год, вы скажите, пожалуйста, мы готовы помогать территории. И мы это делали и будем делать. Поэтому, если у вас на старте что-то, вы понимаете, где-то чего-то не хватает, вы нам говорите. По окончании осмотра глава района подвел итоги, оценивая подготовку к зимнему периоду достаточно высоко. Для нас самая главная задача, чтобы мы заранее были готовы к каким-то неожиданностям. Мы понимаем, что последние две зимы были снежные. Мы готовимся к такой же этой снежной зиме. В случае, если будут обильные снегопады, мы своими подразделениями МБУ Дорсервиса, управляющие компанией ЖКХ, совместно с частными управляющими компанией, готовы в должном уровне содержать территорию. То, как обстоят дела по подготовке к предстоящей зиме в новых микрорайонах, смогла оценить начальник управления ЖКХ Ленинского района Надежда Борила. Она побывала в ЖК Государевдум, который должен пережить уже третью зиму. Здесь, кстати, учатся на своем опыте. Ввиду увеличения района, производится увеличение количества людей, личного состава и количества техники. Соответственно, не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы в зимний период. В деревне Дрожжино осмотрели котельную, обеспечивающую теплом и горячим водоснабжением все местные дома. Здесь готовы к любым, в том числе и нештатным ситуациям. На котельной очень тепло и царит идеальный порядок. А его сотрудники даже обустроили здесь дизайнерский зимний сад, использовав бетонные кольца в качестве основания под клумбу. Трактора, снегоуборщики и, конечно же, лопаты. Всем этим местная управляющая компания оснащена, рассчитывая на серьезные снегопады зимой. У группы компаний ПИК сегодня в сельском поселении Булатниково 52 дворника будет убирать территорию, 4 трактора и механизированная техника. Ну а выстоят ли коммунальщики в борьбе с зимними аномалиями, покажет время и сайт Добродел. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.